Да, это игровое кресло стоит 100 тысяч рублей и выглядит как чертов десептикон, что же в нем такого необычного и за что просят аж 100к, расскажу в этом видео, по крайней мере постараюсь. Привет, меня зовут Арсений и ты на канале Игроман, летс гоу! И давайте сразу же на чистоту, конечно же это кресло я не покупал, у меня попросту нет таких денег к тому же на игровое кресло. Ребята из Кукар сами предложили сделать про него видео и согласитесь, грех было отказываться. И уточню, что ни малейшего ТЗ, просьба согласования ролика или других условий Кукар не ставили, сказали, вот те кресла, с тебя честный обзор. Поэтому постараюсь рассказать вам все как есть, но сначала один очень интересный факт, это в буквальном смысле самое дорогое игровое кресло в России. Можем зайти в условный DNS, выбрать раздел игровые кресла и отсортировать по цене. Первое место Кукар Терминатор, цена 99999 рублей. Ну а сейчас шикарный подгон, это скидка в 20% на абсолютно все игровые кресла и столы от Кукар в их фирменном магазине. При этом скидка действует как на Терминатор, так и на самые бюджетные кресла Кукар. Согласитесь, дисконт в 20 тысяч звучит очень сочно, за это огромное спасибо опять же Кукар. Возвращаемся обратно к креслу, его название полностью соответствует его дизайну, это что-то фантастическое. Невероятный экзоскелет, спинка разделенная на три части, огромная металлическая пятилучевая крестовина и шикарные подлокотники. Выглядит реально как десептикон в мире кресел, но свое знакомство с Терминатором я начал с распаковки и сборки. Вот как это было. Ну чуваки, просто зацените размер коробки от игрового кресла, она вровень, блин, с игровым столом, даже чуточку выше. Ну сейчас все это распакуем дело и посмотрим, что внутри и как собирается это чудо. Но коробка супер монструозная, по ощущениям где-то на килограмм 50 не меньше, потому что в одного его тащить просто нереально. Но если будете покупать, заказывайте доставку до квартиры, это прям точно. Короче, собираем и смотрим, что у нас там получается. Собственно кресло я собрал, как видите, сижу прямо на нем сейчас. И знаете, за 100 тысяч рублей, ну если честно, я ожидал больше. То есть за 100 тысяч рублей ребята не удосужились сделать хотя бы спинку, я не знаю, ножки. Оно просто, оно просто, ну, царапает пол, когда ездит. Типа 100 тысяч вот за это. Материал какой-то, картон. Ммм, никакого металла и пластика. Ладно, ладно, пацаны. Ну а меня зовут Конор и сегодня мы посмотрим, как собирается игровое кресло за 100 тысяч рублей на самом деле. просто посмотрите на эту инструкцию чтобы вы понимали вот это моя рука вот она вот первое ножки в колеса сидуху туда-сюда третье это на сюда это сюда это металл пацаны вы прикиньте чё тупо колокол переплавили вот так могу и ёшкин кот все уже в собранном виде можно сказать вы просто посмотрите на эту спинку и в пати сколько она весит нифига на тяжелая ну короче пленку я сниму потом здесь у нас сеточка для спины вентилирования а сзади у нас вроде как экзоскелет нифига себе нифига себе далее у нас шестигранники чек все винты шестигранник гайки болты короче что нужно колесики раз два три 4 5 штук есть но без стопов что интересно это судя по всему вот это вот заглуха для спины чтобы ту сеточку закрыть в спинке она мягкая и тут судя по всему сидуха сидуха сиду сиду в 65 тут у нас еще осталось то две подушки до мультиблок подушка раз судя по всему под голову вот такая вот красота мы на стол любезно кинем подушка на под поясницу судя по всему хуга фирменная и ого еще килограмма 4 наверное это у нас мультиблок или же механизм качания запыхался жесть и даже тут у нас газлифт скорее всего 4 класса в 5 он так и не перешел и тут две заглушки едва ну собственно чем давайте собирать итак первый этап берем крестовину вот эту металлическую и вставляем в нее колесики вот эти вот красивые это первый этап потом прикручиваем мультиблок забыл и все это надеваем на крестовину поехали колесики значит я вставил газлифт вставил все это ездит довольно таки приятненько теперь беремся духу переворачиваем берем мультиблок прикручиваем главное направление не перепутать учитывайте это при закреплении вот этой вот штуки снизу поговорим про основание основание у сидушки пластиковая не деревянная не металлическая а пластиковая для чего это сделано лично я это понимаю следующим образом если бы здесь были натянуты резинки то они бы просто провисли под тяжестью всей конструкции которая у нас здесь расположена еще и будет спинка прикручена короче это все супер будет монструозно выглядеть и чтобы это не скрипела и дольше жило это сделали из толстенного пластика вот с такими вот ребрами жесткости которые никак не проминаются но насколько мягко это окажется кресло расскажу вам собственно после сборки и опыта эксплуатации поэтому давайте прикручивать мультиблок и все это устанавливать на крестовину и так сидуху установили все это прикрутили в целом в целом ну так то можно пользоваться креслом уже но дальше по инструкции нам нужно что спинку сюда ну в принципе все понятно еще сделаю ну что пацаны девчата я все-таки прикрутил спинку к сидушке и это был самый сложный этап в 1 прикрутить ее можно но лучше все таки это делать вдвоем ну просто зацените этот экзоскелет это что-то с чем-то и так я прикрутил тут два болта там два болта соответственно с другой стороны аналогично осталось поставить заглушки и кресло готово реально буквально за 20 минут в 1 эту махину 50 с лишним килограммовую можно собрать ну что же кресло у нас таки собрано на самом деле уже идет следующий день то есть кресло я собирал ночью сейчас день я успел посидеть на этом кресле порядка двух двух с половиной часов и даже сформировал свое первое такое поверхностное возможно мнение которое сейчас озвучу и так по качеству материалов вопросов вообще никаких нет никакого скрипа люфта прочих атрибутов бюджетных кресел у этого экземпляра не наблюдается подлокотники ребята это первый раз когда я вижу подлокотники с металлическим собственно механизмом регулирования даже слышно небольшой звон щелчок он такой приятный короче подлокотники прям мое почтение правда небольшой люк все-таки есть но это уже особенность конструкции мне кажется абсолютно всех подлокотников сами локти если что у нас мягкие касаемо ребята непосредственно изгиба спинки она она спинка здесь реально ортопедическая ну и поскольку у меня все-таки сколиоз я всегда использую дать вот подушки под поясницу то такие люди друзья существуют я вам кстати настоятельно рекомендую тоже использовать подушку под поясницу потому что изгиб спины благодаря изгиб позвоночнику благодаря этой подушке становится правильным но ребята что я заметил собственно стоковая подушка которая идет вместе с кугар терминатор она слишком узкая и если ее крепить то крепится на будет где-то вот сюда поэтому я взял подушечку от своего прошлого кресла и собственно закрепил ее вот таким вот образом она идеально подходит мне и собственно говоря голова ложится сюда шея подпирается этой подушкой поясница подпирается этой подушкой короче идеальная форма идеальный изгиб позвоночника у меня но и собственно говоря благодаря этому могу в этом кресле сидеть прям часами если не днями это действительно прям ортопедическое кресло которое я смело могу рекомендовать тем у кого проблемы со спиной но опять же я не понимаю почему в кресло за 100 тысяч рублей окей за 80 тысяч рублей если брать его по скидке не положить две подушки под собственно говоря шею это кугаром на заметку класть в следующий раз мне следующий раз а если есть возможность дополнить комплектацию этого кресла вот такой вот подушкой и еще дополнительно вот стандартной которая у нас идет со самыми обычными креслами хочется выделить также материал этих подушек он супер мягкий здесь пена memory form то есть что под шею подушка идет с пеной memory form что под поясницу здесь супер мягкая пена это вот не тот самый обычный материал который идет во всех остальных бюджетных да не только даже средне сегментных креслах касаемо подголовника он ребята регулируется он опускается поднимается и если вы выбрали удобное положение его собственно говоря можно затянуть при помощи шестигранных винтов здесь вот есть такие отверстия касаемо материалов несмотря на то что весь экзоскелет и все эти крепления сделаны из пластика но необычного ребята никаких вопросов надежности абсолютно нет вот опять же повторюсь что ничего не скрипит не люфтит в общем с точки зрения надежности все шикарно также хочу обратить внимание на вентилируемую спинку по первых впечатлениям ребята но это просто сок это та самая проблема с которой сталкиваюсь но очень часто даже иногда зимой поскольку у нас здесь огромные софтбоксы которые нифигу вот так жарят так вот это вентилируемая спинка полностью справится своей задачей спина ни капли не потеет если что вот только немножечко поясничка из-за подушки возможно будет потеть но в данном случае ребят спинка вентилируемая это прям очень круто также хочу обратить внимание на изгиб ковшей здесь ковши и боковая поддержка очень широкая то есть нет никакой вот этой вот скованности в движениях если вы прям довольно крупный большой человек то поверьте кугор терминатор вам подойдет сто процентов но ограничение по весу 130 килограммов поскольку все таки часть силовых конструкций у нас состоит из пластика хоть и довольно надежного но ребята дизайн про дизайне по моему уже рассказал наверное вам но повторюсь что кресло выглядит как действительно десептикон это просто что-то с чем-то шикарно дополняет рабочее место ну и вот из таких недостатков которых я который увидел во время сборки и собственно первых часов тестирования это опять же только лишь подушка в остальном крайне приятные и положительные впечатления ну что ж сейчас для вас пройдет буквально одна секунда щелчок а для меня пройдет несколько дней и расскажу вам более подробно про свой опыт эксплуатации про все плюсы и минусы данного кресла let's go я действительно собрал кресло буквально за 20-30 минут не более а все благодаря тому что кресло во первых уже поставлялась в полу собранном виде и нам не было так скажем только крупноузловая сборка а во вторых в отличие от бюджетных кресел все отверстия и прочие элементы совпадали на все 100 никаких проблем с совместимостью у кресла нет и это в принципе ожидаемое учитывая ценник отдельный респект за огромную и супер понятную инструкцию и комплект поставки есть все и даже с запасом касаемо моего текучего впечатления о кресле по сравнению с первыми эмоциями ничего глобально не изменилось кресло все такое же удобное такое же невероятно стильное и монструозное но больше всего меня удивила вентиляция спинки она тут и вправду шикарно во-первых большое отверстие прямо в средней части действительно охлаждает вашу спину с этим нельзя не согласиться ну а во вторых благодаря этому отверстию посадка в кресле становится еще более удобной тем не менее если вам вдруг такая вентиляция не нужна то в комплекте есть специальная мягкая заглушка ставите ее и кайфуйте но ребят давайте согласимся что 80 процентов внешки у этого кресла это экзоскелет он выглядит действительно нереально круто многие в обзорах говорят что это бутафория но по факту на скорейте держится все составные части спинки да он не регулируется регулируется только подголовник но тем не менее выглядит он супер круто то есть это в буквальном смысле скелет всего кресла и да сделан он из пластика уже вижу комментарии в стиле в кресло за 100 тысяч рублей не могли поставить металлический каркас ну во-первых внутри каждой из частей спинки металлический каркас все-таки есть а во-вторых если бы весь экзоскелет был из металла например стали то кресло либо весело бы не 50 килограмм а все 150 либо стоило не 100 тысяч а в полтора раза дороже если говорить про алюминий к тому же пластик в нашем случае невероятно качественный промышленный армированный волокнами и к тому же невероятно толстый с парными ребрами жесткости что гарантирует надежность всей конструкции заявленный максимальный вес который выдерживает кресло 135 килограмм и знаете я склонен этому доверять ведь кресло не только выглядит монструозно но и достаточно просторное расстояние между ковшами сидушки 34 сантиметра а ее глубина 50 сантиметров однако замечу что поддержка у сидушки те самые ребра очень пологие поэтому если вы обладатель огромных накачанных ног то не с комфортом сюда поместятся по спинке все вообще идеально ширина в плечах аж 55 сантиметров 55 сантиметров карл это самое большое расстояние среди всех кресел что были у нас на тестах расстояние в талии 50 сантиметров а высота спинки 90 в общем если вы двухметровый качок то в это кресло вы поместитесь без проблем она действительно очень удобно и очень просторная и под удобством я подразумеваю не только расслабление и кайф а в первую очередь правильную осанку за счет правильной формы экзоскелета и отдельной фиксации всех частей форма спинки очень похоже на ортопедическую к тому же я привык во всех своих креслах использовать подушку под поясницу и подушку под шею терминатор не стал исключением благодаря правильному строению и удачной поддержки сидеть в кресле продолжительное время можно не только с комфортом для себя но и без вреда для позвоночника а для меня это действительно очень важно тем не менее минусы все-таки есть комплектная подушка под шею спроектирована очень странно если ее закрепить по инструкции то располагаться она будет не рядом с шеей а больше в районе лопаток в общем вариант для подростков так сказать и почему в комплект не положить еще одну классическую подушку под шею как у других кресел лично я не понимаю поэтому мне пришлось использовать подушку от моего прошлого кресла еще один недостаток который я выявил это наклон спинки точнее ее вертикальность самом прямом положении по моим субъективным ощущениям 90 градусов все-таки нет а вот я привык что когда играю кресло должно быть с идеально ровным углом кто-то наверняка задается вопросом а удобно или она достаточно ли мягкая учитывая что в основании пластик скажу так баланс между упругостью и мягкостью и мхо отличный кресло и не супер мягкая в нем ты не утонешь но и не супер жесткая аля с фанерой в основании и все благодаря шикарному пеноматериалу высокой плотности который отлично держит форму подлокотники тут действительно одни из лучших помимо того что они мягкие да еще и регулируются в четырех плоскостях их механизм сделан целиком из металла просто послушайте как они звучат в общем шикарные подлокотники большие мягкие удобные с шикарной регулировкой с приятными отсечками правда небольшого люфта они такие не лишены тоже довольно странно учитывая цену механизм качания тут конечно же православный мультиблок причем довольно плавный и удобный можно качаться а можно зафиксировать определенное положение и чилить с кайфом крестовина конечно же выполнена из металла и как я и говорил при распаковке она невероятно тяжелая металл как-никак диаметр колесика в 70 миллиметров а покрытие специальное прорезиненное благодаря чему кресло передвигается максимально плавно и тихо максимально поднятом и минимальном положении высота сидушки от пола составляет 57 и 49 сантиметров соответственно шикарные показатели посадка в кресле действительно высокая ну и не могу не рассказать про покрытие 90 процентов всей поверхности это высококачественная эко-кожа hyperdure мягкая тактильно приятная и самое главное что это покрытие прочнее аж в 12 раз чем стандартная кожа так заявляет производитель правда вот проверить это я на данный момент никак не могу ведь резать кресло не охота а прочность покажет только время еще один повод подписаться на канал кстати ну а торцы прошиты эко кожей с карбоновым покрытием выглядит стильно но hyperdure все-таки намного приятнее в общем и качество сборки и качество материалов у терминатора на высшем уровне да есть нюансы например неудобная подушка под шею люфт подлокотников наклон спинки ну и цена не маленькая но в остальном кресло действительно шикарная топовая ровная посадка которая способствует здоровью спины фантасмагорический дизайн и шикарные размеры которые подойдут подавляющим большинству пользователей но как ты считаешь стоит ли это кресло 100000 рублей окей 80000 рублей по скидке обязательно прямо сейчас напиши об этом внизу в комментариях если ты хотел себе выбрать какое-то кресло обязательно использую промокод который действует в течение месяца скидка 20 процентов как-никак на все игровые кресла и стали от кугар но меня по-прежнему зовут арсений и ты был на канале игроман покупай правильные и проверенные игровые девайсы и кресла и увидимся с тобой уже совсем скоро в следующем видео пока